Идеальный способ потребления – послушать лекцию на ютубе, понять книжку, которую вы должны прочитать, и идти читать эту книжку. Почему я все время рекомендую читать книжки на бумажных носителях? Просто когда вы берете книгу, во-первых, тут, как правило, есть полторы идей на одну хорошую книгу. Бывает совсем без них, вот, две уже перебор, кто же книга будет избыточная. Полторы идей – это лучшее, что может быть в книге. И вот ваша задача, когда вы читаете на протяжении многих часов книгу, с разных сторон заходить на эту идею. И у вас появляется много аспектов ситуации вот этой идеи. И дальше ваш мозг начинает строить ее такую 3D-модель этой идеи. И она становится вашей. Ваш мозг будет ее использовать, когда он будет решать те или иные задачи. Зачем нужна книга? Просто чтобы вы долго читали. Не Википедию, которую вы там посмотрели, и вылетело все через секунду. Не просто какой-то пост или статью, а действительно длительное время экспозиции, когда вам предъявляется интеллектуальный объект, и когда ваш мозг вынужден работать с этим интеллектуальным объектом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!